Бабье лето пришло в Бурятию. Дневные температуры воздуха превысят 20 градусов. Теплая погода продержится как минимум ближайшую неделю. С вами Алексей Фишев. Здравствуйте. И вот на чем остановится Восточный экспресс. Через школьников собирают персональные данные горожан. Кто и зачем, выяснила Евгения Геранина. Смертельное ДТП на Хоринской трассе. Молодого человека его мопед буквально разнесло на части. А трагедия с места событий Енина Немаева. Переселение из аварийного жилья. История жительницы поселка Нижнеангарск в материале дежурного по городу. Очередной удар по заводу Улан-Удэ Стальмост. Банкротом могут признать лично генерального директора. С Анатолия Суслова банк пытается взыскать полтора миллиарда рублей. Имущество уже описали. Мария Красикова узнала, на что директор брал кредит и как происходящее может отразиться на судьбе завода. Долговая история Стальмост длится уже не первый год. Давно не секрет, что завод должен то рабочим, то партнерам, то банкам. Понятно и то, что проблемы с деньгами из-за нехватки заказов. Крупный кредит теперь пытается взыскать из директора предприятия. При этом сумма выиски исчисляется даже не миллионами, миллиардами. Я, конечно, полтора миллиарда не тратил, не шиковал. Когда были набраны кредиты несколько лет назад, ввели правила директора, должен подписать поручительство за эти кредиты. А кредиты уже взяты. То есть поставили перед фактом. Когда мы оказались незагружены, банк не захотел отсрасывать, пытается кончать предприятие. И меня, как на поручителя, с меня лично взять, эти полтора миллиарда. Директор завода не скрывает, уже описано все имущество. И тут же отшучивается, что с Рокфеллером его не сравнить. Даже в случае реализации всего нажитого денег на погашение кредита не хватит. Поняли это и в банке. И подали иск о признании Анатолия Суслова банкротом. Суд окончательного решения пока не вынес, но процесс запущен. Дать обратный ход может лишь полная загрузка предприятия. Надежды возлагают на железную дорогу, от которой ждут заказов на строительство второй ветки БАМа. Переговоры ведутся и в ближайшее время несколько переносятся. Но вот нас все-таки должен посетить президент РЖД. И естественно, мы уже заранее провели встречи в Минпромторге и на базе Минпромторга с РЖД. И поставили вопросы по поводу закрепления заказов на бесконкурсной, бестендерной основе. Правда, даже в случае подписания контракта с РЖД это не даст стопроцентной загрузки. В лучшем случае завод заработает в полсилы. На предприятии по-прежнему ждут заказы на изготовление мостов. Хотя в нынешних условиях выбирать не приходится. Любая работа как надежда на выход из затянувшегося на предприятии кризиса и из долговой ямы. Надеемся, получение этой загрузки. А вот проявилось хотя бы даже это радует. Мария Красикова, телекомпания «Аригус». Внезапные требования учителей без паспортных данных родителей в школу можете не приходить. При этом документы требуют срочно. Жалобы от горожан поступают в массовом порядке. Кому и зачем понадобились персональные данные перед выборами, разбиралась Евгения Геранина. Наша школа собирает с учащихся данные родителей, требует предоставить паспортные данные, снилс и так далее. При этом оказывают психологическое давление на детей. Говорят, без документов в школу не приходите. Более того, требуют принести их обязательно до выборов. Что происходит? Избирком. Вы нарушаете 24-ю статью Конституции. Подобных анонимных обращений только за эту неделю десятки. Так на самом деле, кто и зачем собирает персональные данные горожан? Первым делом мы адресовали этот вопрос в избирком Бурятии. Действительно комиссии, что будет Бурятия, такими делами не занимается. Сведения нам подают все те органы, которые тем или иным образом связаны с гражданами. Перемещениями, изменением их положения, рассуждением, освобождением и так далее. Все это консолидируется в главы администрации, которые нам подают. И мы эти списки формируем таким образом. Через учеников такого у нас нету и не может быть, и не должно это противоречить законодательству. Но связь с выборами отрицают и в Комитете по образованию. Пояснили, школы собирают персональные данные родителей для новой системы учета учащихся контингент. В нее планируют занести данные каждого ученика. Паспорт ИСНИЛ спросит для того, чтобы в дальнейшем системы могли пользоваться не только педагоги, но и родители. Например, устроить ребенка в сад, записать в школу или перевести в другую, а также контролировать успеваемость. Сейчас есть много коммерческих систем, таких как электронный журнал, дневник.ру. За предоставление информации родителям они вынуждены платить. Эта система контингента абсолютно бесплатная. Все данные о том, был он в школе, не был он в школе, опоздал он, получил он пятерки или двойки, все это будет в этой системе. Дошкалят в эту систему добавят автоматически. ЗАГС будет загружать в нее всех новорожденных. А учеников должны занести в программу в течение двух месяцев. После тестовый режим. Запустить контингент планируют с начала нового года, поэтому родители и торопят с документами. Родители спокойно могут принести их после выборов. Конечно, родители, которые не захотят сдать, их никто не заставит. Это их право. Мы, например, просто рады, что такая, наконец, система будет. Она с учителей снимет массу работы лишней. В городских школах сегодня учатся 55 тысяч детей. Каждый восьмой первоклассник. Евгения Геранина, Валерий Чидопов, телекомпания «Оригус». Старт отопительного сезона отложили на пять дней. Тепло начнут подавать в квартиры только с 25 сентября. Такое решение приняла мэрия. Подготовку к отопительному сезону и другие проблемы города чиновники обсуждали сегодня на планерке. Не обошлось без эмоций. Подробности далее. Теории о глобальном потеплении, по всей видимости, находит наглядное подтверждение в отдельно взятом Улан-Удэ. Еще четыре года назад отопительный сезон в городе начинали 15 сентября. Сторонники же теории заговоров могут предположить, как раз в 2012 году произошли кардинальные перемены в городской власти. Вот и получается. То ли солнце стало теплее, то ли чиновники охладели горожанам. По данным синоптиков, ночные температуры понизятся до 5 градусов уже с 20 сентября. Да и в мэрии рапортуют, готовность к зиме небывалая, уже 98%. Так что мешает подать тепло в батареи, как прежде? Внятного ответа пока нет. Зато известно точно, не сладко придется жителям военных городков. Сильно болько докладывают они там, все хорошо у них. Процент выполнения. Они капитальные работы не производят. Производят текущий ремонт. По сути, это регламентные работы, что они обязаны делать всегда. Непростая ситуация и с электросетями, да уже во всем городе. Только за сутки произошло 4 аварии. Чиновники вновь пеняют на дождь. Энергетики парируют. Дождя финансового не могут дождаться от мэрии. Согласовано еще в 2015 году, по которой должно было 83 миллиона профинансироваться на самые слабые места нашего комплекса энергетического. Но до сегодняшнего дня финансирование администрации не решило. Мы пока ни копейки туда не получили. Вкладываем только то, что предусмотрено тарифом. Этих денег явно недостаточно. Ну а как же дороги? Вновь будут укладывать асфальт в снег? Нет, рапортуют чиновники. Из 200 дворов отремонтировали 165. На остальные есть еще целых три недели. Правда, не все подрядчики укладываются в срок. Проблема с тротуаром на боевой и пешеходным переходом на Кабанской. Ну и что, теперь будем за подрядчиком бегать, что ли? А если он до Нового года будет делать, тебя там за нас водить? Вот если ты таким тоном, да, если такой подход будет, ты что завалишь здесь? Понимаешь? Если так будешь ходить, там за каждым подрядчиком, снизу вверх на них смотреть. Те, кто сорвал, все в черный список. И как потом, под каким соусом не пытались выйти, чтобы не было их нигде. Ни смак и ни остальные. Сказано, да будет ли сделано. Эмоции и угрозы чиновников уже привычное дело для подрядчиков. И за примерами далеко ходить не надо. И смотрите далее в программе «Восточный экспресс». Позвони и сообщи. Горожанам предлагают жаловаться на нарушения в маршрутном транспорте. Подробнее Артемий Ушаков. Сотни тысяч спасенных жизней Центру медицины катастроф в Бурятии 15 лет. Как обучаются медики и что помогает им в работе? С материальной стороны службу изучила Сержанна Мордогеева. Гибель в огне. В Кабанском районе жертвой пожара стал пожилой инвалид. Возгорание произошло в поселке Селингинск. Вечером 8 сентября пожарные тушили квартиру многоэтажного дома. В спальне они обнаружили 78-летнего мужчину без обеих ног. По предварительным данным, он не смог выбраться самостоятельно. Что стало причиной пожара, выясняется. Далее о чрезвычайных происшествиях на дорогах Бурятии. Коротко. В Улан-Удэ такси сбило пешехода на зебре. ДТП произошло ночью на левом берегу. 55-летний водитель Рено Логан на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. С тяжелыми травмами головы его доставили в больницу. Еще по дороге он впал в кома. Согласно камерам, автомобиль был желтого цвета и шашечками. Выполнял ли водитель в тот момент заказ, неизвестно. Еще одна авария с участием такси. На спиртзаводском тракте, по словам очевидцев, водитель такси не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Тойотой. После мужчина бросил пассажира в салоне и покинул место аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Аргузинском районе перевернулся мотоциклист с пассажиром. ДТП произошло недалеко от села Гусиха. 40-летний водитель Урала не справился с управлением. Съехал с трассы и перевернулся. В момент аварии вместе с ним находился подросток. Оба получили травмы. Установлено, что водитель не имел прав на управление транспортным средством. В Закаменском районе опрокинулась Тойота Ипсум. ДТП произошло накануне поздно вечером вблизи Закаменска. Водитель не справился с управлением. Автомобиль слетел в кювет и перевернулся. Различные травмы получил пассажир и водитель. К слову, лишенный ранее прав. Кто виноват в ДТП на Хоринской трассе? 1 сентября под колесами внедорожника там погиб мотоциклист. С официальной версией причины аварии категорически не согласны родственники погибшего. И не уверены в объективности расследования. Детали происшествия и альтернативная версия у Янины Немаевой. В эту дверь Ольга сегодня заходит с трудом. Дома ее не было неделю. Здесь все на своих местах и кажется, все как раньше. Но это иллюзия. Таких семейных фотографий уже никогда не повторить. Мужа не вернуть. 1 сентября он отправился в архиерик. Понадобили запчасти к сломанному автомобилю. Ехать пришлось на мопеде. Приехали сотрудники полиции. Сообщили, что муж погиб. Что мы остались одни. Сначала не могла поверить. В сердце до сих пор не верю. А умом приходится. Дмитрий погиб уже по дороге домой. До жены и троих детей не доехал 15 километров. На 21-м километре Хоринской трассы его сбил ленд-крузер. На следующий день об этой аварии написали все СМИ. С одной и той же формулировкой. 34-летний водитель мопеда Альфа, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником марки ленд-крузер. О версии водителя джипа родственники погибшего узнали из СМИ. Тут же выехали на место ДТП и уже там пришли совсем к другому выводу. На встречке был не мотоцикл, а внедорожник. Вероятность его совершающий обгон. Судя по всему, ленд-крузер начал тормозить на встречной полосе. Здесь видны следы начала тормозного пути. Они длятся практически 10 метров. И по всей видимости, само столкновение произошло уже на обочине. Вот примерно в этом месте. Об этом говорят следы масла на дороге и первый осколок от мопеда. От удара мопед разлетелся на части. Внедорожник ушел в кювет. Его водитель не пострадал, Дмитрий же погиб на месте. Ноги ниже колена были практически оторваны. Там было все в крови, было все переломано. Нам в морге даже спрашивали, что с ними делать. Пришивать их как-то, прибинтовывать или нет. Или же там оставить. Скорость мотоциклиста не превышала 50 км в час. Больше мопед Альфа просто не развивает. Насколько быстро ехал внедорожник, установит экспертиза. Их назначено несколько. В том числе эксперты должны ответить на вопрос, на какой полосе произошло столкновение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства данного ДТП. Назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая. Говорить о виновности кого-либо из участников данного ДТП до завершения экспертиз преждевременно. Если виноводитель Ленд Крузера докажет, ему может грозить уголовная ответственность. Только не мести жаждет Ольга, а признание невиновности своего мужа. Боюсь как-то без него жить, начинать новую жизнь. Все с нуля. Я надеюсь, он мне будет помогать в этом. Янина Немаева, Александр Намжелон, телекомпания «Аригус». Сообщи о нарушителе. Акция по контролю за пассажирскими перевозками стартовала в Улан-Удэ. Горожанам предлагают сообщать о неосторожном и неадекватном вождении водителя общественного транспорта. Подробнее Артемий Ушаков. С начала года в аварийных сводках пассажирский транспорт отметился 21 раз. Каждая авария закончилась серьезными травмами для пассажиров. Виновниками в большинстве случаев признаны водители маршруток. Из-за причины далеко ходить не нужно. Вот водители сразу двух маршруток проезжают перекресток на запрещающий сигнал светофора. А на этих кадрах пересекают сплошную линию разметки. Они ездят так, как они хотят. Они считают, что маршрутным такси должны все уступать, все должны бояться их. Ну, как-то они не думают о пассажирах, они думают только о своей выгоде. Сейчас, когда садись, они не дают сесть, ну, сразу трогаются, едут. Некуда людей садить, они все равно двери открывают и сажают людей. Там, получается, как килька в банке. Им-то главное деньги, а то, что люди там толкаются, задыхаются, и все равно. Сами водители с критикой не согласны, считают себя жертвами дорожной ситуации. И ездить по правилам не то, что не хотят, а не могут. Даже взять разметку нашу и наши остановки, это невозможно на самом деле. Просто если даже ты пробовал ехать, не нарушая правила, ты все равно где-то их нарушишь. В любом случае, там сплошную пересекать приходится. Где-то кто-то встал, карман-то не заехать в центре города. И все же заставить перевозчиков следовать правилам решили в ГИБДД совместно с Общероссийским народным фронтом. По всей России стартовала акция «Сообщи о нарушении». В ближайшее время на каждом автобусе появится наклейка с номером телефона дежурной части, где круглосуточно готовы принимать сигналы о неосторожном вождении и умышленном нарушении правил водителями маршруток. Если увидят, что водитель как-то ведет себя неадекватно на проезжей части, что возможно может спасти от дорожно-транспортного происшествия, например, тем, что он позвонит по телефону дежурной части, наряд ДПС уже среагирует и проверит водителя на состояние алкогольного опьянения, как например. Пока такие наклейки появились на двух маршрутах. До конца года обещают ухватить всех городских перевозчиков. По данным общественников, количество ДТП с участием автобусов по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза. Около 30 пассажиров получили травмы. Артемий Ушаков, Борис Бальчинов, Валерий Читопов, телекомпания «Арикус». Край непуганных ворон. Глава Бурятии подверг критике ситуацию с парковками машин в Улан-Удэ, что еще не нравится в городе Вячеславу Наговицыну. Этим и не только он поделился с молодежью на традиционные встречи со студентами. Продолжит Сергей Соголов. Время жить и работать в Бурятии. Это приоритетный проект молодежной политики. Начинающие ученые настаивают на тиражировании опыта программы «Земский доктор» и на другие специальности. Для закрепления кадров предложили и вариант аренды муниципального жилья. Возможно ли у нас в республике строительство такого экспериментального дома, возможно за счет средств региона, который бы предоставлял жилье по льготной цене именно для молодых профессионалов. На сегодня в Бурятии создана нормативная база. И в этом году приступили к строительству первых таких не домов, а квартир. Мы подсчитали у себя, у нас в Бурятии получается стоимость арендной платы 700 рублей. Месячные 700 рублей. Это при том, что на рынке получается 12 тысяч рублей. Вот точно такая же квартира. Строительство таких домов только в перспективе. Жилищному и градостроительному вопросу уделили особое внимание. Мне не нравится, как застраивается город Улан-Удэ. Мне не нравится точная застройка. Мне не нравится отсутствие общей архитектурной концепции развития. Конечно же прекратить всякое типовое строительство. То есть строительство должно быть индивидуальным. Каждый дом должен быть своеобразным. Но он должен вписываться в ту архитектуру и быть украшением нашего города. Отдельной критике подверглась и безнаказанность некоторых автовладельцев. Они бросают машины в неположенных местах, в том числе на газонах. Говорили о доступной среде для инвалидов. Поднимали вопрос развития агробизнеса. В частности, переработки шерсти. И в целом о молодежном предпринимательстве. В этом году на 83 проекта выделили 10 миллионов. Сергей Соголов, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Переселение из аварийного жилья. Миллиарды рублей, госпрограмма. Все есть. Но насколько это доступно? Легко ли получить достойное жилье в Бурятии? На конкретном примере узнавал дежурный по городу. Перебраться из непригодного жилья в достойное – это мечта многих семей в республике. Жительница поселка Нижний Ангар с пенсионеркой инвалид Матрёной Романовой в их числе. Уже более двух лет она добивается права получить новую квартиру. Дом, где жила, признан аварийным. Я сейчас собрала документы. Потом опять документы такие-таки. Я опять целый год собирала документы. Меня гоняли. И северные, и северо-вайкальские. Туда и сюда ездила. Трудность в том, что на тот момент героиня сюжета проживала в Нижнеангарске одна. Инвалиду сложно было передвигаться. Поэтому процесс со сбором документов затянулся. Неожиданно она сломала ногу. Дочери перевезли её в Улан-Удэ. Она была лежачая, не ходила. Мы ухаживали за ней. Жильё они половину дома разобрали. То есть они не имеют права. Они должны были предоставить ей какую-то комнату или ещё что-то. Это они давали мне в общежитие, потом выгнали. Позвонили им, они сказали, но твоё жильё мы не тронули. А то, что полдома разобрано, то, что там свалка, то, что дом растащили полностью, они об этом ничего не говорят. Половину дома, который раньше получил субсидию, мы обрезали. Кстати, по поводу законности сноса дома прокуратура Севербайкальского района проводит проверку. Как сообщили в Минстрою Бурятии, порядковый номер на расселение пенсионерки Романовой – 163. В этом году всего около 60 семей обретут новое жильё. В следующем примерно столько же. В текущем году она не сможет поучаствовать в реализации этих мероприятий. А говорить о том, 17 или 18 год мы сможем только тогда, когда будем знать лимиты финансирования на указанные года. И ещё хотелось бы отметить, так как она наниматель, ей положено предоставление другого жилого помещения на территории этого же населённого пункта. На сегодня потребность в площадях на переселение по республике составляет более 68 тысяч квадратных метров. На эти цели должно быть потрачено свыше 2,5 миллиардов рублей. На первом этапе до 2014 года Бурятия не справилась со своей задачей. И оказалась в чёрном списке среди 20 регионов России. Тогда причиной неудачи была названа недобросовестность отдельных подрядчиков. Алексей Туровов, Батархалматов, телекомпания «Оригус». Тысячи спасённых жизней. Центр медицины катастроф в Бурятии отмечает 15-летие. Они одни из первых, приезжают на ЧП и оказывают первую помощь пострадавшим. Что помогает медикам в их непростой работе, увидела сержанна Мердегеева. Много должны позвать на помощь. Помогите мне, пожалуйста. Одно из направлений Центра медицины катастроф учебное. И главные помощники здесь и манекены, и симуляторы. Практически у всех есть имена. К примеру, это подавившийся Чарли. А у Джонни множественные травмы. Но самая душевная история у Анны. Говорят, у неё есть реальный прототип. В конце 19 века в Париже из Сенны выловили тело молодой девушки. Она из-за несчастной любви бросилась. Поскольку в те годы женщину не удалось опознать, было принято делать посмертные маски. И что и было сделано с этой девушкой. Назвали её Анной. И вот с тех пор, когда Леордал решил заняться манекенами, он воспользовался этой посмертной маской. Считается, что это наиболее часто целуемая женщина на сегодня, девушка на сегодня. Потому что при проведении искусственной вентиляции лёгких люди прикасаются. Но это всё лирика. На деле пластмассовые люди помогают спасать живых. У учебного центра около 50 манекенов. Большинство имеет четвёртый класс реалистичности. На каждом можно отрабатывать по несколько навыков. Не только перевязки и искусственное дыхание, но и интубации, инъекции. Здесь мы принимаем больных, производим их сортировку на легко поражённых, средней тяжести, тяжёлых и так далее. Здесь оказываем первую помощь на наличие портативной УЗИ. Это место рабочее можем использовать как малую перевязочную. Так выглядит мобильный госпиталь. Разворачивается за 45 минут. Может вместить до 120 пострадавших. Здесь даже есть операционная. В реальных же ЧП лучшие помощники медиков – автомобили. Реанимации на колёсах стоимость около 7 миллионов рублей. В них есть дефибрилляторы, ИВЛ, КТГ и все необходимые аппараты и препараты для спасения жизни. Таких машин по Бурятии 4 работают круглосуточно. Селевой поток на Оршане, допустим. Лекарственное обеспечение сразу же потребовало достаточно большое. Большое количество людей было эвакуировано. Много потом профилактически проводились привычные компании и так далее. Всё это за счёт того имущества и средств, которые мы имеем. Беженцы, допустим, у нас с Украиной были. В том числе мы занимались обеспечением и этой категории за счёт резерва определённого. По материальной оснащённости Центр медицины «Катастроф» в Бурятии сегодня занимает второе место в России. Саршана Мердегеева, Борис Бальчинов, телекомпания «Орегус». Молокоматы в магазинах и доставка овощей на дом. Фермеры ищут новые формы общения с покупателями и рассчитывают на поддержку государства. Только за два года на эти цели из бюджета выделено более 40 миллионов рублей. Во что вкладывают деньги бизнесмены на селе? Далее. Искать парное молоко жителям Гусенозёрска теперь необходимости нет. В торговых центрах и магазинах уже несколько месяцев стоят вот такие молокоматы. Они значительно упрощают путь продукта от производителя к потребителю, что влияет и на спрос, и на цену. Ведь литр молока стоит 30 рублей. Автоматы заправляют ежедневно, каждый по 70 литров. Конечно, было, конечно, тяжеловато, но при поддержке района вполне возможно. Общий бюджет такого проекта порядка двух миллионов рублей. Из них стоимость молокоматов чуть более миллиона. Начать бизнес помог грант от правительства. По поручению главы республики была разработана данная программа по поддержке споков и министерхоз. Эту программу совместно с нами, с администрацией Селингинского района мы эту программу реализовываем. В Селингинском районе сегодня работают 12 сельхозкооперативов. Продукцию они реализуют через единый сбытовой кооператив. Покупателю стоит лишь позвонить в колл-центр и заказать товар. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. В каком количестве и куда вам нужно доставить картофель? Эффективность такой системы доказана на всех этапах пути от производителя до покупателя. Нам это очень выгодно. И в этом году они нам уже сделали предоплату. На что мы купили запчасти уже на картофель уборочный комбайн. Там они 600 тысяч оплатили, предоплату сделали. Споки – это и создание рабочих мест. В Селингинском районе сезонных вакансий 2 тысячи, постоянных – 100. Всего же в республике действует порядка 77 сельхозкооперативов. В этом году на их развитие будет направлено порядка 20 миллионов рублей. Сохраним Байкал. Одноименный тур стартовал из Улан-Удэ. Волонтеры планируют объехать почти всю страну и рассказать об экологических проблемах Байкала. На своем пути экологический десант посетит 52 города. Отчеты о путешествии будут выкладывать в соцсетях. Активисты хотят сфотографироваться с Нерпой в каждом городе. На самый низкий уровень воды за 30 лет сейчас, на данный момент. Обмеление связано с, как бы, вы сами понимаете, да, с отходами, которые непосредственно сбрасываются в Байкал. Так как у нас работают не только наши волнедынские организации, которые выкидывают эти отходы, а работают все российские. Поэтому, как бы, у нас туры направлены более обширные, чтобы знали об этом все. Это исчезновение редких видов животных. Это тоже в связи с загрязнением Байкала, в связи с упадком уровня воды. Ну, например, Нерпа. Первый экипаж волонтеров отправился на юг страны, второй через неделю в северном направлении. Финирширует автопробег в городе Сочи и в Крыму. Такова информационная картина минувшего дня. С его событиями вы также можете познакомиться на нашем сайте origus.tv. Что ж, давайте наслаждаться последними в этом году теплыми днями. Хороших выходных!